Максим Игоревич, могу вам здесь не задать вопрос, но как бы прокомментировать и что-то, что-то дополнительную информацию по планам, ожиданиям, стимулирующим мерами в части РНД науки в Высокотехии? Ну, мне кажется, у нас фундаментальная наука всегда была все неплохо, у нас была как раз проблема, связанная с коммерциализацией и новыми разработками, которые потом на рынок выходят. А в целом у нас же это получается как бы звенья одной цепи, то есть у нас, смотрите, заказчики повернулись лицом к производителям, к разработчикам, и вот то, что Алексей сказал, что крупные заказчики сейчас во многом делятся своей экспертизой, они привыкли к решениям мирового класса, значит, и они будут дотягивать российских производителей. Для того, чтобы эти решения получить, ну, на том же уровне. И это как раз очень хорошая коллаборация. Соответственно, производители тоже понимают, что всего с них сейчас спрос сильно выше, что требования растут, вынуждены обращаться к науке, к вузам, для того, чтобы оттуда, собственно. И это как раз такая, значит, возникает очень хорошая интеграция, потому что раньше, собственно, все жили в таких своих колоссах, то есть крупные заказчики всегда говорили, слушайте, ну, любому российскому производителю, ну, вы не так, чтобы уже дешевле, так вы еще, значит, какие-то функции не имеете, таких-то фич у вас нет, значит, вот. Потому что понятно, что их опекали, а международные винтеры там в очереди выстраивались. Все самые новые разработки в Россию всегда в первую очередь, в общем, поставляли. Вот. А сейчас, как бы, вот эта коллаборация, она как бы вынужденная во многом, но с другой стороны, ну, они все вместе начинают работать, и это очень круто. Вот. И поэтому я считаю, что, конечно, и вузы получат дополнительный импульс серьезный, потому что мы не можем двигаться необходимыми темпами, если мы не будем, как не перестроим систему подготовки специалистов выпуска, так и не будем использовать эту площадку, потому что новые разработки будут участвовать. Поэтому это, как раз, очень классный пример, когда и бизнес объединяется, и вузы подключают. В общем, только можно за это радоваться. Спасибо, что мы продолжим. Это фундаментальные вещи, мы продолжим финансировать командовые вычисления, командовую криптографию. Ну, то есть, понятно, что это все равно останется задачей государства. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok